Ну так, ребят, приветствую вас. Ну и как мы видим с вами все-таки разбор домов продолжается, разбирают и в принципе этот дом был готов, построены 5 этажей. Находимся мы в поселке Мирный. Судя по последнему совещанию в администрации Сочи, то можем сделать вывод, что никто не сможет пролезть. И вот такого плана домики, да, они скорее всего будут в том числе будут разобраны. Вот здесь вы все это прекрасно видите. Да, вот такие дома могут быть в этом районе. Вот такие домики. Но вот такой дом может быть не выше 12 метров и так далее. Поэтому, когда покупаете недвижимость в Адлере, особенно в поселке Мирный, особенно вблизи что-нибудь самого центра Адлера, да, то рекомендую 10 раз проверить, 10 раз подумать, 10 раз все взвесить. Вот такой домик можно, вот такой частный дом, вот такой домик, да, тоже можно строить. Но все, что здесь выше, конечно же, даже нет смысла. Здесь нет назначения земли G4, здесь, как правило, у нас земля идет ИЖС и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому, 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 если вдруг кто-то там себе покупает, не говорите, что вы там не знали. Все вы знали. И дешевое, качественное, дешевое, безопасное не бывает. Если вдруг вам предлагают что-либо в этом районе в пределах там 100 тысяч рублей за квадратный метр, просто 100 тысяч, это считается дешево, то вас ждет участь, вот, как вот этих вот домов. Вот мы уже проехали один домик, посмотрели, сейчас мы проезжаем еще один домик, смотрим, да, тоже тяжелая техника, разбирает. И видите, да, все выше трех этажей, все идут под снос. Вот, свыше трех этажей все идет под снос. Вот этот дом тоже, скорее всего, ну, крышу точно разберут, не знаю, потому что тоже превышает 20 метров, хоть он и давно сдан, в принципе, никого это не дергает. Ну, и вот такой вот уродство тоже стоит, и тоже, видите, следы, что и уже разбирали. Он не строится, а разбирается. А вот такие домики частные здесь строить можно. Такие тоже можно, если не превышает, у нас 12 метров, не 15, как многие там думают, а 12 метров. Соответственно, вот они тоже, гостевые дома имеются вот такие. Сейчас тоже вам покажу. В общем, в общем, как бы, как бы так. В любом случае, я не знаю тех людей, которые покупают у нас поселок Мирный, потому что поселок Мирный, это непонятное для меня место. Здесь и до моря далеко замучишься обходить весь этот Олимпийский парк. Ну, и, в общем, много чего здесь неправильно. Но при этом все равно народ почему-то сюда едет и пытается что-то здесь делать. Вот это, кстати, тоже объект. Должен был или разобрать, но в последний момент как-то что-то отсудили. Помимо всего, конечно же, конечно же, сейчас я вам покажу. Помимо всего и другие объекты тоже здесь разбираются. Вот он, объект. Тоже это все идет под разбор. Вот здесь стоял самый-самый красивый домик, ребят. Самый красивый домик, который был вот в этом экране. Но я считаю, что он и был самый качественный. Поэтому, если вдруг хочется в Адлере что-либо покупать, в Адлере есть безопасные объекты. Да, это, к примеру, жилой комплекс урожайный, жилой комплекс резиденция, жилой комплекс первый, жилой комплекс триумф, жилой комплекс морская симфония. Да, вот такие объекты вы можете покупать, и там, скорее всего, все будет безопасно. Ну, если за исключением, если вдруг квартира не находится ни в залоге, ни еще где-нибудь и так далее. А все остальное, то, что вы смотрите, это очень большая зона риска, да, вот особенно вот здесь, да, эти домики, которые вы смотрите. Поэтому, ребят, ну, пора уже немножко включать голову. А я знаю, что проблемные объекты как продавались, так и будут продаваться. Судя по вашим звонкам, которые у меня, потому что сегодня опять с утра был звонок, в 8 утра звонок был, тоже опять начали интересоваться. Вот застройщик сказал, что он сдаст. Ребята, а что должен застройщик сказать? Не покупайте, у меня проблемный объект, купите лучше у моих конкурентов, которые построили дом, сдали, все как положено. И у них цена на 40 тысяч рублей дороже, чем у меня. Он же так не будет говорить. Поэтому еще раз повторюсь, когда, если вдруг я не озвучиваю какой-то объект, ну, как бы процентов на 95, я уверен, значит, он проблемный. Потому что я стараюсь освещать все объекты, поэтому не нужно тем более мне названивать и меня переубеждать. И некоторые так переубеждают, как будто они работают в отделе продаж. В общем, как бы так, ребят. Все, хорошего всем настроения, побольше всем позитива и едем мы с вами в аэропорт. Пока.